На каких основаниях вы не пускаете работать в торговый центр? Это нарушение трудового законодательства. Это нарушение трудового законодательства. Почему мужчина не пускает никого внутрь, неизвестно. Кто он и на каких основаниях не дает людям работать, также не ясно. Неизвестный просто приехал рано утром и сменил замки на дверях ТЦ «Милан», после чего закрылся в здании. Трудовое законодательство у нас нарушается, и никто за это не отвечает. Почему? Мы сейчас звоним в трудовую инспекцию. Привет, инспектор. Ради бога. Пускай приезжает, будет разбираться, потому что это уже самое просто. Чистая вода, самое просто. Факт незаконного захвата не выявлен. Почему люди мерзнут на улице, сотрудники правопорядка нам не объяснили. На этот вопрос ответил конкурсный управляющий. Договор аренды истек. Еще вчера предприниматели должны были покинуть здание. Как конкурсный управляющий у меня обязанность продать все имущество, рассчитаться с крендиторами, поскольку изначально у организации было более 137 миллионов задолженности. Сейчас часть задолженности погашена благодаря моим действиям по продаже имущества, но остаток задолженности достаточно серьезный. Сотрудников в здание пустили, но только для того, чтобы они забрали свои вещи. Конкурсный управляющий уверен, нужно было предупредить о неминуемом закрытии торгового центра. Арендатор этого не сделал. И по факту оставил без работы больше сотни человек. Теперь они намерены через суд требовать компенсации морального вреда. Илья Логинов, Сергей Давыдов, Новости Тулы.